Здарова, бандиты! У меня опасная вся история. Много казахов, узбеков, монголов. Что, работы много? Сразу же я отдаю деньги наличными. Что же такое самушиль и арбайт? Именно это тема сегодняшнего видео. Южная Корея далеко не бедная страна, но так было не всегда. В начале 90-х годов власти Южной Кореи стали привлекать иностранных граждан для работы. По информации миграционной службы на 2022 год, в Южной Корее проживает более 2 миллионов мигрантов. Вдумайтесь, это как население целой небольшой страны. 2 миллиона мигрантов. Ребятки, доброе утро. В общем, время 5.28, мне в 5.30 надо быть на работе в новом офисе, на новой работе. И минут через 5 мы примерно выезжаем уже. На улице тепло. И, как заметили, начинает на улице прямо расцветать раньше. Нежели, когда это было по темноте прямо в сутра и беж. Так что начинаем новый день. Погнали. Стоим сейчас возле Шиктана покушали. Вокруг просто туман, молоко. Вообще ничего не видно. Дожди прошли уже. Но, надеюсь, сегодня его не будет снова, потому что 2 дня подряд шел дождь. Грубо говоря, на расстоянии вытянутой руки вообще ничего не видно. На 2023 год населения Южной Кореи составляет более 51 миллиона человек. И из них 2 миллиона мигрантов. В основном, это граждане из Китая, Таиланда, Вьетнама. Много казахов, узбеков, монголов. Ну и, конечно же, русских. Залетаем на новый объект. Сегодня работаем на элеваторе. Вот с такими невероятными видами. Канатная дорога, натянутая здесь какая-то база отдыха. Ну и мы, работники. Как показывает практика, иностранных граждан в основном нанимают для черной, грязной и в некотором смысле даже опасной работы. Такие работы, как работа на стройке, в морях, уборка территорий. Всегда работы отличаются. Пока доехали от Самушилия, уже на улице солнце расцвело. Сейчас выдвигаемся на работу. Кепка у меня вся уже рваная из-за этих дождей. Сегодня плюс-минус 20 градусов будет. Ну, очень надеемся, что дождя не будет. Вот так сейчас выглядит крыша. Сегодня будем поднимать вот снизу, с лесов, палки, помысики, деревяшки и трубы. И заставлять эту крышу целый день. Просто, бесперерывно. Ну, естественно, она перекурит на обед. Но, помимо этого, никакой другой работы у нас не будет сегодня. Все, у нас уже готовность. Все уже заряжаются, готовятся. Скорее всего, сегодня даже будем кушать соль в таблетках, потому что ожидается прям жара. Жара. Ну, а вид поражает. Я не перестану это говорить. Вот так выглядят те самые таблетки с солью. Точнее, солевые таблетки, или как правильно сказать. В общем, глицинат соли. Принимают их для того, чтобы меньше испытывать жажду и меньше платить настройки, насколько я понял с перевода корейцев. Так что, возможно, вы не о той соли подумали. Пока мы занимаемся уборкой, корейцы здесь устанавливают плитку, уже обшивают здание. Мы месяца два назад занимались такой же работой. Нам платили за нее 140 тысяч вон. Но это с учетом комиссии. Вот за такую работу, когда напрямую корейцы работают, им платят, наверное, от 180 тысяч вон, я думаю. В общем, в чем суть? В ней просверливается отверстие, туда вставляется колба. В эту колбу вставляется уголок. Вот он. И накручиваются гайки. И самое интересное, что мы думали, что эти плиты вкручивают стену болтами. Но вот эти два крепления, снизу также два крепления стоят под этой плиткой. Их просто на клей насаживают, на клей. Это очень удивительно было. Ну, с учетом того, что в Корее, ну, в целом, нету землетрясений, то это не опасно. Но малейшее землетрясение, пару баллов, несколько баллов, и вся эта история, я думаю, посыпется. А так работа, в принципе, не тяжелая и очень интересная. Вот так выглядит этот клей, на который насаживают плитку. Очень интересно, очень интересно. Необыкновенно. Но для такой работы обычно не нанимают постоянную бригаду и не берут на постоянную основе работников. Поэтому в этом помогает самушиль. Что же такое самушиль и арбайт? Именно это тема сегодняшнего видео. Само слово самушиль на корейском языке означает офис. Но слово арбайт, как несложно догадаться, это работа. Только, наверное, переводится уже не с корейского языка, а скорее с немецкого. То есть можно сделать вывод, что самушиль, арбайт – это офис по трудоустройству, где можно быстро найти простую, низкоквалифицированную работу, как правило, с ежедневной оплатой. По сути, самушиль – это арбайт. В Южной Корее это некая биржа труда, которая выступает посредником между работником и работодателем. И при этом берет за свои услуги небольшой процент. В основном это фиксированный процент 10%. Вон там работает не только кран, не только трактор. Что-то с чем-то. Загружает плиты, точнее выгружает с машины. А вон там уже посерьезнее аппарат. Сверху смотришь на то, как все работает, как люди передвигаются. Чувствуешь себя, будто начальником игры с ним. Ну и один из самых главных вопросов. Какая же оплата за всю эту работу? Как происходит эта оплата, соответственно? Насколько я знаю? И буду говорить ровно по тому, где я работал и что именно я знаю. Средняя зарплата составляет от 130 до 150 тысяч вон. В основном это 140 тысяч вон. Это, естественно же, в городах. Если брать самушильник в деревнях или в маленьких поселениях, то там оплата, конечно же, будет меньше. Может быть 110-120 тысяч вон. Но и попасть туда, наверное, будет легче. Меньше людей и, соответственно, конкуренции тоже меньше. Отличительной чертой самушильника является то, что в основном они платят сразу же после работы. То есть ты отработал и приходишь в офис после работы, и тебе сразу же отдают твои деньги. Эта система называется Ильтан. Система оплаты Ильтан. Оплата сразу же после рабочего дня. С учетом сразу же комиссии тебе отдают деньги наличными. Ну, важно знать о том, что самушильник не предоставляет абсолютно никакого жилья. Ты сам должен снять себе либо ванрум. Это такая маленькая комната. Либо мотель рядом с самушилем. Либо кашевом. И, соответственно, ходить на работу и проживать в этой квартире. Никакого жилья тебе не предоставляет офис. В общем, отправили меня за чаму. Время уже 9 часов, а до сих пор мы и так и не перекусили. Потому что работы много, вообще практически не отдыхали. Поэтому сейчас выдвигаюсь за чамом. Наберу, принесу и будем отдыхать. Сегодня очень много работы. Так это выглядит. Заходишь в контейнер, и стоят куча коробок. Можешь сам набирать, сколько влезет. Все на частности, чнюшки всякие. И водичка. У нас 8 человек, это надо знать. По 2 баночки воды, по 2 печеньки минимум. Сейчас будем набирать. Просто огромный пакет. Там вышло вообще не по 2 печеньки. Целую пачку печенек. И еще плюс по 2 каждому набрал. И воды также по 2 бутылки. Сейчас пойду пацанам принесу. Обрадую их. Сегодня будем пировать. Вот вкратце такой объем на сейчас работы. Будем помы эти поднимать снизу вверх. Вот сюда. И раскладывать по размерам. Тетрис называется. Погнали, что? Все, вот говорила мама. Учись. На работу хорошую найдешь. Вот так вот сейчас в Корее помы ношу, как с портфельчиком. На учебу. Ну и главное. Сейчас обязательным условием трудоустройства. На Самушин практически бездень является наличие ID. Карты. Ну и немаловажным является то, чтобы перед тем, как вы туда пришли или в этот же день, неважно, вас кто-то порекомендовал боссу, саджану, который отправляет людей на работу. В большинстве случаев это происходит так, что человек приходит на Самушин, не зная языка, без наличия ID-карты, без каких-либо документов, может неделями сидеть, пока его не возьмут на работу и он не отработает. В общем, тема главная, наверное, то, что я не успел раскрыть, это кто с тобой будет работать, если ты приходишь на Самушиль. И кто, кто корейцы, узбеки, русские, кто с тобой будет в бригаде, особенно если ты не знаешь языка, это очень важно. Возьму свою бригаду, с которой я работаю сейчас. Наша команда просто интернациональная, я не знаю, как описать, какое слово подобрать, чтобы описать, кто с нами работает. Это турки, это монголы, это узбеки, таджики, ну и конечно же русские, ну и безусловно корейцы. Сейчас время 10.40 и, в принципе, вот так вот выглядит уже площадка. Почти закончили всю работу, но единственное, надо убрать вот эти сападошки. И вон там, вдалеке, пацаны уже начали сверху парашисты скидывать помы. Грубо говоря, это вообще личный двигатель. Мы вроде как все сделали здесь, в то же время они это скидывают, мы должны их опять сюда выносить. Кара приедет, Чикича вот это все заберет. Новые палеты, новая стройка. В общем, как-то так, но в 11.30, то есть минут через 50 у нас уже перерыв будет. Пойдем обедать. В нашу сападу всех залетаем в Шиктанг, просто обжираться. По поводу языка. Турки абсолютно не знают русского языка, они чуть-чуть только понимают корейский и то не все, но с ними мы общий язык находим, мимикой, эмоциями, жестами и просто какими-то приколами, успеваем веселиться и даже что-то друг о друге узнавать. По поводу монголов это вообще отдельная история. Они совершенно не знают корейский язык и уж тем более русский. Но все равно тоже все друг друга понимают. По поводу возраста немаловажная часть, потому что многие переживают, думая о том, вот могу ли я приехать там в 20, в 18 или там в 40, 50 лет. Вообще не переживайте по этому поводу, потому что скажу по поводу корейцев, ну ладно, корейцы. Они работают вообще по 70 лет, и они работают пашут мурами с нами. А что по поводу приезжих мигрантов? Так это тоже разница просто огромной в возрасте. В нашей бригаде возраст начинается с 18 лет и до 50 плюс лет. То есть мне 18 лет, май будет 19, только исполнится. Принимаю поздравления в июне, точно туда договорить не буду. Ну и забыл сказать о том, что корейцы получают ровно столько же, сколько и мы. Если вы работаете в одном месте, на одной работе, то неважно, будь то кореец, русский или любой человек, он будет получать ровно столько же, как и все. Забыл упомянуть, что есть два типа самушилий. Первый, это который ты приходишь каждое утро и ждешь, возьмут тебя или не возьмут. А второй, это офис, где ты заранее договариваешься о работе, тебя принимают, грубо говоря, почти официально. То есть это постоянная работа. И в чем плюс? Вот тебе с вечера пишут босс, начальник, важный бригадир. Он пишет, есть работа или нет, назначает время, как скольки прийти в офис. И эти самушилии в основном берут пару объектов, несколько строек, заводов и точное время вам назначают. И зарплаты там, соответственно, тоже точно. Не так, как на самушилии за одну работу, там может быть 130, за другую там 160 вообще. Но они тоже практически всегда не предоставляют жилье. Но есть некоторые самушилии, в которых ты прям живешь, увозят на работу, привозят потом домой, вы там кушаете, спите, работаете. Ну и, грубо говоря, расходов там вообще практически нету. Но я на таком еще не работал. Посмотрим, куда приведет меня эта дорога в Южную Корею. Как обычно, последний ухожу из столовой. Я очень много кушаю, всегда огромные порции. И столовая полностью пустая. Все уже поедут, а я пока покушал, пока я в YouTube посмотрел. В общем, последний ухожу каждый раз. Но зато я наедаюсь. В комфорте, в спокойствии. Сейчас пойду спать. Слушай, ну не знаю, как удобнее будет. Блин, опасная вся история. Ну, как-то так выглядят эти комнаты. Забитые вот до потолка. Деревяшками, листами, сапудожками. И надо, собственно, подавать вон туда наверх. Потом перекидывать через эту арматуру. Потому что максушники уже связали. Обычно они этого не делают. Пока идут подачи снизу. А теперь приходится еще самого верхнего. И это же через туда сподавать. На самом деле опасненько. Потому что это все выглядит примерно вот так. Достаточно далеко в ней слететь. Что по поводу графика работы. Неважно, какой самушиль вы выберете. Постоянным местом работы, да, с постоянными какими-то вакансиями. Либо же тот, на который ты приходишь каждое утро в надежде на то, что тебя возьмут на какую-то хоть работу. Неважно, график везде примерно одинаковый. Ну, кроме заводов. Потому что в Корее в заводе они могут работать по 11, 12, 14 часов в день, ночь. Без разницы. А на стройке везде все примерно одинаково. День начинается с того, что ты приходишь на самушиль в 5, 5.30, 6 утра, да. И в 6 утра, в 6.30 вы уже уезжаете на свой объект. Если вас, конечно же, убирает начальство, забирает. Примерно в 6.30, 6.40 вы заезжаете в Шиктан. Это такая столовая, где вы завтракаете прямо перед работой. 7 часов обычно начинается работа на стройке. 9 часов у вас первый чам. Чамы — это перекусы, кофе-брейки, иными словами. Напитки сладкие, соки, яченьки всякие, кофе. Все, что в душе угодно. Вы наслаждаетесь этим перекуром. Не забываем о том, что в 11 часов 30 минут у вас будет обязательный обед на стройке. Следующий чам у нас в 3 часа дня. Почти везде он бесплатный. 99% случаев — это бесплатные обеды. Но там 1% есть, где я всего 2 раза попадал на стройку, когда я платил за обеды там 7-8 тысяч. Вон, а так абсолютно бесплатно это все. Аня, сэо, хозяйка моя. Любовский у нас проблема. В общем, поднялся ветер на крыше, ну, еще и хозяйка дала на путь с тебя, говорит, давай, Захарыч, вещай. Рассказывая людям о том, как здесь живут и работают. И остановились мы на том, что практически всегда и везде обеды бесплатные. И обед в 11-30 часов дня. Работа практически всегда заканчивается в 4-4.30 часов, часа. После чего вы возвращаетесь в свой офис. Если это самушиль первого типа, то вы забираете деньги сразу же после работы наличными, идете домой довольными. Если это самушиль второго типа, то тут уже поинтереснее. Вы даже на самушиль не заходите, а просто сразу же доезжаете до дома и отдыхаете, потому что зарплата там 2 раза в месяц. Ну, соответственно, аванс и зарплата. Вот как-то так. Время 11.25. Мы доделали практически одну сторону лесов этих. Ну, здание идет по кругу, соответственно, мы по кругу ходим и достаем из комнаты. Осталось 2 комнаты, полностью забиты под потолок. Что-то я прям сегодня устал. Я прям устал вверх-вниз, разгибаться, подавать. Еще хотел поинтересоваться, как вам моя кепочка? Это просто какой-то хастлерский стиль. Это из-за дождей и, в принципе, наверное, из-за того, что я уже больше, чем полгода ее ношу, она превратилась в такое непотребное состояние. Но, думаю, в этом есть свой стиль. У меня и штаны такие же. Но, правда, штаны такими и были. Хастлерскими. Даже несмотря на то, что работаем на стройке, все равно придерживаемся стиля. Ну и вкратце хочу еще рассказать о том, какие в основном типы работы присутствуют на самушиле. Лично по моему опыту я всегда попадал на Чон Цу, Чон Ри, либо же Ком Панк или Кум Панк. Не знаю, как правильно называется. Хоть так, хоть так вы скажете, вас поймут. Я ни в коем случае не претендую на человека, который знает корейский язык и уж точно на человека, который будет вас ему учить. Но суть вы уловили. В общем, что такое Чон Цу и Чон Ри? В первом ролике я перепутал эти понятия. Чон Цу – это когда вы таскаете что-то тяжеленькое, что-то средненькое такое. Знаете, помы, какие-то трубы, какие-то палки постоянно с места на место переносите. Что-то, в общем, носите и укладываете с места на место. Это если вот прям базовым языком, да. Чон Ри – это прям конкретно уборка. Это когда вы что-то метете, что-то какой-то мусор ходите убирать, бычки, сморчки. Всю эту историю ходите и руками, грубо говоря, убираете. И Кум Панк. Что это такое? Это тяжелая работа, прям очень тяжелая работа. Я на него ни разу не попадался, но вот мой товарищ Анатолий, он туда попал недавно. И после этого он отдыхал дома. День или два, я точно не помню. В общем, чем он занимался? Он таскал на спине, на себе в таком рюкзаке, если в корзине, корзина цепляется на спину, и там был песок. Он таскал на себя целый день песок наверх по этажам, по дому. Заплатили ему за эту работу 180 тысяч вон. Если честно, ребзики, это больше похоже на день тренировок, тренировки ног. Что ты типа с грифом делаешь там выпады какие-то по лестницам, жопу так сказать качаешь. Больше, что другое, это не похоже. Минус только в том, знаете, ты не можешь вот так типа «Все, на сегодня хватит, я пошел». Типа ноги, ну все, накачал. Тут как бы, ну, надо доделать это дело. Вот только в этом минус. А так ходишь, все носишь, бабки зарабатываешь. Как бы я бы на такую работу хотя бы раз бы попал оценить. Но он говорит, не стоит этого. Не стоит. Так что примерно такие работы обычные присутствуют на самом шиле. Но есть и работы, где вас там отправляют на укладку плитки, допустим, на заводы на какие-то отправляют. Ну, на этих работах я всего-то два раза был. И рассказать о них ничего подробного не могу. Мы спали полчаса. Вообще времени не хватает этого, чтобы выспаться. Только начинаешь входить во вкус. И тут снова надо начинать работать. Ну, радует одно, что осталось три часа работать. Это без учета перекуров. Плюс еще ЧАМ в три часа будет. В общем, уэйки-вэйки. Идем работать, добивать две комнаты. И, скорее всего, может даже быть раньше, увидим, что маловероятно. Две новости. Сейчас первое, это три часа. У нас ЧАМ. И второе, не менее маловажное, завтра 100% дождь. Честно говоря, уже я просто... Ну, не то чтобы в шоке, я просто в бахере. У нас каждую неделю, то один день, то два дня подряд идут дожди. Мы работаем по полдня. Ну, слава богу, хотя бы вообще работаем, потому что у некоторых работы нет. Третье, самое главное новость. Я хочу, чтобы вы тоже оценили. Чё за нога Шрека? В Дайсо продаются. Кстати говоря, это потоленепроницаемый. В общем-то, носок потеет, а нога не потеет. Не знаю, как это работает, но вот так вот. Все работягивали ходят. Вот как-то так выглядел наш сегодняшний рабочий день. На стройке, на элеваторе, с невероятной жарой. С прекраснейшим видом. Но сегодня было бы действительно очень жарко. Я думаю, больше 20 градусов точно. Я уже предвкушаю, на самом деле, ту самую обещанную жару, которую нам все обещали еще с зимы. Что это будет, я не представляю. Как будет происходить работа, я тоже не знаю. Но, anyway, продолжаем работать. Продолжаем. Продолжаем целое путешествие по Южной Корее. Парни, сейчас выдвигаюсь в местное кафе, заведение. Покажу, что я вообще кушаю после работы. Ведь первое время, как вы знаете, я кушал в магазинах. И на этом я посадил себе желудок. Никому не советую так делать. Эти заведения натыканы по всему моему району. Они находятся абсолютно везде. Потому что самое интересное, это по всей Корее так. Вы голодными вообще не останетесь. Покажу цены, покажу, что сейчас вообще кушаю. Как заказать, где это находится. И как вообще без особого какого-то понимания языка объяснить, что такое. Кстати говоря, была одна интересная история. Именно вот с этим заведением. Как раз я пришел туда, и людей вообще не было. Я сделал свой заказ. Но в моменте тут разлетает просто толпа корейцев. Девушки, женщины и дети. И хоть эта суета начинается. Эти женщины начинают общаться с поваром, с мужчиной, с женщиной. Проходит минут 15-20, и моей еды вообще до сих пор нету. Я думаю, в чем дело, может про меня забыли? Подхожу и спрашиваю. В итоге, оказывается, что дедушка вообще это все забыл. А люди, которые пришли, это семья, это родственники. Как решилась эта ситуация? Они невероятно быстро сделали мне мой ужин. Они меня посадили с собой за стол. И мы сидели и вместе с ними кушали. Они меня там угощали какими-то своими традиционными закусками. Даже, может быть, пару слов обменялись на грейском языке из того, что я понимаю. Мне очень комфортно здесь кушать. И 100% лучше, чем в магазине. В 8,5 тысяч вон мне обошелся этот обед или ужин, как назвать. В туда входила огромная котлета с мясом и сыром. Из свинины, кстати говоря. Рис, салаты, закуски. И ты можешь сам бесплатно подойти, наливать сколько хочешь бульона. Я не знаю, из чего он, из говядины или из грибов каких-то. Но невероятно вкусный. Я каждый раз его наливаю. Это просто какая-то бомба. Ну и водичка, соответственно. 8,5 тысяч вон по нынешнему курсу это 500 рублей. Достойно. Я буду в каждом ролике появляться в новом хастерском стиле. Сегодня это такой Майами бич. Такой серфер из Майами. Что касаемо видео. Надеюсь, у меня получилось рассказать. Вообще и закрыть все моменты касаемо самушилля. Работы на самушилля. Касаемо того, кто может туда устроиться. Можно ли работать там без знания языка. И какие там зарплаты. Если остались какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. На все отвечу в следующем ролике и за трону огромное количество тем, о которых я говорил в предыдущем ролике. Так что давайте набираем тысячу лайков. И увидимся в следующем ролике. Ну а я пойду на пляж серфить. Субтитры сделал DimaTorzok